Здравствуйте, дорогие друзья! С вами канал Республика. Евгений Лубин, Дмитрий Аюн. И на очереди у нас в интервью следующий кандидат. Андар Мерген Николаевич. Привет, Мерген. Здравствуйте. Сразу же хочу сказать, что наши интервью являются экспромтом. Вопросы мы не готовим. Люди к нам приходят, как говорится, в том, в чем они ведут повседневный образ жизни. Работают, учатся, занимаются своими делами. Без костюмов, без галстуков, без белых воротничков. Все просто, потому что наши кандидаты, они народные. Они для народа. Они из народа. И нам не надо показуху устраивать в виде того, что вот у нас костюм, у нас пиджак, и мы такие красиво говорим. Поэтому, друзья, смотрите то, что есть, понимайте нас, а мы продолжим наше интервью. Итак, Мерген, первый вопрос. По какому округу ты баллотируешься? Я баллотируюсь по округу номер 9, учебный, где я проживаю более 20 лет. Это район кожзавода и близлежащие улицы. Список есть, у нас этот список предоставим. Получается так, что проживая более 20 лет на своем избирательном округе, ты знаешь все проблемы, которые есть на этом округе. Мог бы ты сейчас хотя бы несколько проблем озвучить? У нас собаки в кожзаводе стаями по улицам. На каждой улице 2-3 стаи ходят. Вот это очень большая проблема для детей, для женщин. В ночное время особенно люди боятся ходить по улицам, так как они ходят стаями и они нападают на людей. Были прецеденты, что кусали людей. И еще есть проблемы насчет мусора. По берегу, по мусору. Страшно смотреть, воняет. В основном колы, целлофановые сети. Короче, там у нас нечистоплотные. Ну как сказать, у нас народ, наверное, такой. Выкидывают они. Где ходят, там и кидают. Для себя я подметил, что у нас в кожзаводе только одна улица. И то даже не до конца сделанная. Это где-то 10 лет назад, по-моему, мы делали асфальт по улице Семирадской. Для себя я отметил то, что мне бы хотелось сделать все улицы. Заасфальтировать, чтобы чисто, опрятно и безопасно было двигаться на транспорте. Конечно, заасфальтировать все улицы в частном секторе – это хорошо. Ну, на мой взгляд, было бы хорошо хотя бы пройтись грейдером для начала. Сделать какую-то отсыпку. В конце концов, установить освещение. Надлежащее освещение, чтобы не было местами темно, местами светло. Следующий вопрос. Как ты видишь, сколько времени потребуется для того, чтобы решить те основные проблемы, которые есть на твоем округе? Которые я перечислил проблему, там, я думаю, 2-3 года, не больше, решение проблемы будет. 2-3 года. 2-3 года достаточно, по мнению Мергена, на то, чтобы устранить хотя бы эти 3 основные проблемы, которые сейчас озвучены. Ну, я думаю, да, достаточно такого срока. Главное, как говорится, говорить, но еще и делать при этом. Тогда сроки будут в 2-3 года укладываться. Следующий вопрос. Что сподвигло тебя, что подтолкнуло тебя, именно баллотироваться, принять решение о выдвижении своей кандидатуры на предстоящих выборах? Ну, я себя выдвинул, чтобы защищать права и свободы простых граждан. Да, да, простых рабочих граждан и домохозяек, ну, все, все простые люди нашего микрорайона. Какие у них проблемы будут, буду помогать им. Следующий вопрос. Как ты будешь помогать людям? Вот они к тебе будут обращаться. Что ты будешь делать? Депутатские запросы делать и решать в соответствующих инстанциях или профильных комитетах. Все эти вопросы. Выдвигать эти вопросы. Мирген, я знаю, что ты сейчас подрабатываешь сварщиком. Скажи, пожалуйста, тяжелая ли эта работа и достойно ли платят тебе за твою работу? Как мы договариваемся, так и платят. Так что я и не жалуюсь. Работа, конечно, тяжелая. Там и здоровью, вот так-то урон много приносит. Например, у меня вот глаза уже подсели, под плюс. Так, в большинстве. Ну, здоровье все равно уходит. Потихоньку. Мирген, расскажи, пожалуйста, своим избирателям, где ты родился, жил, рос, учился где. Есть ли у тебя дети? Я родился здесь, в городе Козыле. Учился, поступил в школу здесь, во второй школе. Вот так-то по жизнеобстоятельствам, так как моя мать работала в Минторге, по работе. Я тогда объездил почти, можно сказать, всю республику. И одноклассников у меня много. Окончил школу через Челихольском районе, в поселке городского типа Хоаксы, 11 класс, и поступил в ТГУ. Ну, тогда еще КФ, КГТУ. Было на специальный автотранспорт. Ну, инженер-механик. Окончил в 2007 году. Не работал, тоже по профессии, ну, тоже работал в многих местах. Автохозяйство в МВД, первая часть пожарной ПЧТС. Ну, кто знает, меня не знают. Женат? Женат, конечно, 4 ребенка, 4 дочери, младшие 3 года, и внук есть. Уже у Мергена, у Мергена есть уже внуки. И более того, у него 4 ребенка. Многодетный отец. Это достойно уважения, я считаю. Мерген, вот тебя избрали. Выиграл ты выборы, стал депутатом. В первую очередь, что ты сделаешь? Ну, в первую очередь, я, наверное, начну общественную деятельность. Именно буду выходить в народ, с народом буду разговаривать, нашего микрорайона, и уточнять все, какие проблемы, все вот это, начну уже решать эти проблемы. Ну, ты же понимаешь, что проблемы могут быть, вот, может быть, одна проблема у всех общая, а могут быть частные проблемы. То есть, ты сначала какие будешь проблемы решать? Какие задачи? Проводить сходы населения, нашего микрорайона, и уже там будем решать, что как, вместе с народом, в нашем микрорайоне, все будем решать, что надо, во-первых, сделать. Ну, буду советоваться с населением нашим. Мирген, я желаю тебе удачи. Ты человек из народа, ты работящий, мужик, простой, который хочет сделать жизнь лучше, как я вижу, как я понимаю. Поэтому, твое пожелание избирателям на предстоящих выборах? Выбирайте сердцем. Я думаю, у нас не глупый народ, я считаю, что у нас умный народ, и понимают, в чем дело, какие у нас, в будущем должны быть, наша будущая жизнь должна быть, по их мнению. Пусть выбирают сердцем. Удачи тебе на выборах. Спасибо. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!